Начнем с вами, Марка, с российско-американских отношений, тем более, что они сейчас в самой такой интересной фазе после обмена, который мы с вами уже обсуждали. Буквально на днях заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал о том, что Москва и Вашингтон смогли избежать нового витка эскалации. Но только он это все приурочил, конечно, не к обмену, он приурочил к недавнему разговору. Мы тоже с вами касались этой темы между Белоусовым и Ллойдом Остином, когда как будто бы Москва настучала на Киев, что мы что-то готовим. Мол, в Вашингтоне все услышали, предприняли правильное движение, и все произошло хорошо. Только я почему взяла эту тему, потому что мы с вами занимаемся еще и разрушением российской пропаганды. Но смотрите, что произошло только за несколько последних дней. Потопленная подлодка, удар по аэродрому Морозовск в Ростовской области, снесенные Су-34 и не только. Я не знаю, что могла еще готовить наша спецслужба или наша Сила обороны. Мы каждый день наносим какие-то удары. Что на самом деле хотел сказать Сергей Рябков, когда говорил о том, что избежали нового витка эскалации. Может быть, все-таки это так? Он на это делает отсылку, а суть в другом? Ну, я думаю, игра здесь присутствует определенная. То есть выгодно Москве сейчас как раз в контексте обмена и всего остального трактовать любые контакты между Вашингтоном и Москвой в свою пользу. А именно, что вот нехороший Киев то затевает какие-то диверсии, то, значит, еще как-то упрямится по поводу достижения мира в ходе переговоров и начало-то как-то переговоров. А вот мы с Вашингтоном взаимодействуем. Взаимодействуем. Ну, что же. Ну, вот мы поговорили Белоусов с Остином и что-то там решили. Что решили, как решили. Ну, я напомню, контекст был такой, что за Ахмадет удар ракетой по детской больнице Киев почти официально заявлял и на саммите НАТО обсуждал возможность какого-то ответа. Ну, а какого ответа? Дураку понятно, что это не будет удар по больнице в России. Ну, есть только сами там что-то, как с пляжем в Севастополе, не сбивая ракету, а ее обломки не упадут и не разорвутся на пляже, да, значит, противоракеты и ракеты, которые сбиваемые. Ну, тут, как говорится, удар судьбы. Тут куда Бог послал, извините, такое происходит в Украине каждый день. И что? И что? Ну, то есть, я думаю, что это пропагандистская попытка истрактовать ход последних событий в свою пользу. А именно, что вот нарушительство спокойствия не Москва, который вообще все это затеял, да, то есть, ну, вот все, от войны до Ахмадета и заканчивая политзаключенными в России, которых надо менять на убийцей, типа вот этого товарища Красикова, которого поменяли из Германии, где он убил человека и по жизни национальной. А нет, это вот все Киев. Вот Киев, вот вы знаете, с ним так сложно. Мы вот тут вот Рябков, там, неважно, Белоусов, Остин, все вот так договаривались, так замечательно работаем. А вот проблема от Киева. Дело в том, что, еще раз хочу подчеркнуть, можно любой успешный акт, удар, диверсию и так далее, Украину трактовать как ответ. Может быть, речь идет о чем-то более ярком, не знаю, взрыве, там, опоры моста, или Крымского, или еще что-нибудь, и тогда вот это за Ахмадет. Ну, вообще вся война за Ахмадет, вы знаете, все за Ахмадет, потому что, ну, если бы не было по-другому, если бы было по-другому, то, наверное, Украина сдалась уже 20 раз, понимаете? Что можно, то и делается, а не так, что вот мы хотим, что у нас делать? Вот по Кремлю ударить, или, так сказать, по Спасской башне, или по туалету прямо в кабинете Путина. Ну, вот, ну, действия от возможного, правильно? Хотя, опять же, мы не знаем, если обсуждалось, ой, вы знаете, вот хотят Белоусова, значит, лишить яизма, да, вот пусть этого не делают. Ну, я не знаю, вот как можно трактовать. Опять же, мы слышали это и раньше, и в контексте даже публично. Когда Селиван приехал в Киев, я вам напоминаю, просил не делать ударов по НПЗ российским. Причем это тоже, наверняка, была какая-то договоренность. Ну, вот определенно была какая-то договоренность. А что, Киев сильно прислушался, что больше не было ударов по НПЗ? Нет, это полетело, конечно, в Тар-Тарары. Мы и сегодня били по нефтебазе в Ростовской тоже области. А давайте перевернем эту ситуацию. Вот, например, прямо сейчас в кабинете у Будана, у кого там еще, кто этим занимается, Малюка или Зеленцева, вот сейчас вот реально можем прямо вот ударить, и прямо где яйца, что на деревьях висит, вот такое. И он скажет, нет, вы знаете, американцы тут возражают, наверное, мы этого делать не будем. Вот кто-нибудь поверит, что вот кто-то откажется от возможности, если она будет? Ну, я риторический вопрос задаю. Откажется от возможности? Ну, вы знаете, американцы просят. Ну, нет же, конечно. Ну, наверное, тут вопрос баланса возможностей и желаний. Естественно, желания большие, возможности более маленькие. Ну, тоже очевидно. Ну, что делать? Война и не смешная территория, и воюют, извините, там, из Хамаса. Ну, это серьезный противник. Чего могут, то и делать. А вот Москва будет все лыко-строков, что называется по-русски такая поговорка. Они будут стараться все перевернуть именно в информационном поле в свою пользу. Для чего? Для того, чтобы добиться преимущества, для того, чтобы захватить информационную площадку в качестве, ну, такой инверсию совершить, что мы не агрессор, а жертва, или, я не знаю, такая же жертва, как Украина. Или такой же агрессор, как Украина. И они, и мы, и то, и то. То есть уравнивание и того, и другого. Но так же не должно быть, и так не происходит. Никто и никогда не приравняет Киев к Москве. Это невозможно. Киев не нападал на Москву, напала Москва. И хоть ты 10 раз повтори, как это делает Путин, они на нас напали, не мы на нас напали. От этого же правда не становится другой. Она та, которая и она есть. И поэтому с этой точки зрения Рябков маневрирует, как и мы говорят, как делают эти установки. Плюс, вы знаете, еще один момент есть. Там некто первый зам Лаврова в Министерстве национального дела Титов ушел. Типа по выслуге лет или чего-то там это. Меняется первый замминистра. Сейчас война идет за пост. Говорят, не Бензю, прочно, а первого зама. Он был, по-моему, даже замминистра. А там есть и другие такие. Рябков тоже зам, тоже месяц, наверное, на первого зама. Ну, может, еще какие-то. И активность, и соревнования здесь, оно еще вызвано и чисто кадровым. Кто первоизвятник, понимаете? Поэтому, наверное, я так допускаю, думаю так, что тут примешиваются и всякие чисто конъюнктурные соображения. Чего бы не исключал. Потому что все это рассыпется завтра, если завтра х*** и ударят по какому-нибудь военному госпиталю. А что возможно? В России ударят по военному госпиталю. А что, не могут ударить по военному госпиталю? Вы по Ахмадеду падите, а мы по военному госпиталю. Например, например. Я не знаю, я просто с потолка беру. И скажут, а что ж ты говорил-то, что договорились, Америка воздержала Киев от ответного удара. Ну да, вот слишком мы на них понадеялись. Вот думали, они приличные люди, а они-то, видишь, ты что, они нас обманывают. Тоже по НПЗ обещали, а вот все НПЗ разрушены, понимаете? Так что не надо переоценивать слова. Я бы так сказал. Это самый важный итог, потому что дальше у меня есть как раз пример того, что это все, конечно, ложь. Я бы использовала другую лексику, но если я буду ее использовать, то я зайду на ваше поле, Марк. Вы помнили, о каких словах в контексте россиян и говорю. Потому что сегодня, например, в Иране находится Сергей Шойгун. На фоне эскалации, которая происходит на Ближнем Востоке. Там мы, фактически, по чуть-чуть туда с вами передвигаемся, потому что, когда мы были с вами в эфире в субботу, на этот день тоже была там развед информация, что, может быть, удар, он не состоялся. Начали говорить о сегодняшнем дне, ну или еще о выходных, потому что там очень важные для израильтян даты, точнее, там, события. Тем не менее, значит, Иран предупреждает авиакомпании, говорит, не летайте над нами, не входите в наше воздушное пространство. А Израиль говорит, что любую атаку Ирана по гражданским объектам встретят немедленным разрушением всех иранских ядерных объектов. Вот такое есть у нас послание. И в середине снова-таки находится Шойгу, который, ну вот, ясно, где Америка, они тоже всех обзванивают и пытаются утихомирить, не допустить этого удара. Арано и Шойгу, который, ну, какие там свои внутренние вопросы решает. Разве это не указывает на то, что то, о чем говорит Рябков, это все просто ложь из заявления. На самом деле, вот она, продолжается игра против коллективного Запада, ну и в том числе, конечно, против Израиля. И Россия отыгрывает не последнюю роль. Вот смотрите, скорее всего, американцы могли обратиться, в том числе и к Москве. Они же заявили, что мы через посредников пытаемся, Госдеп заявил, воздействовать на Иран, чтобы он отказался от своего удара, дабы не способствовать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Прекратить. И они причем намекнули, у вас же новый президент, ну, давайте мы с ним будем договариваться, вы же хотите ядерную сделку, то да сё, пятая, двадцатая. Я не исключаю, что Москва сама предложила, да мы Шойгу пошлем, это же наш военный союзник, Игорь, он поговорит. Давайте, а вы нам за это, эти мити санкции, что-то еще, давайте что-нибудь еще, что-нибудь еще, что-нибудь еще. Те говорят, ну, посылайте вашего Шойгу. Я просто убежден. Причем Москва продает не конечный результат, а действие. Вот важно понять, вот мы пошлем, а вы нам за то, что мы пошлем, дайте что-нибудь прямо сейчас. И я уверен, что американцы на это часто разводились. И говорили, ну ладно, за то, что Шойгу поедет и поговорит, мы вам сейчас давайте разморозим что-нибудь, так, чтобы не видно было, чтобы не слишком мощно. Оно для вас чувствительно. А Путин, посылая Шойгу, с учетом всего бэкграунда и так далее, сказал, а ты им скажешь, атаку совершают, а мы отыграем, скажем, ну, мы ездили, но ничего не получилось. На самом деле, в конечном итоге, Москва заинтересована в эскалации конфликта на Ближнем Восточном. Чтобы война прям полыхнула. Чтобы с севера Хезболла пошла на Израиль, чтобы иранцы, значит, ракетами закидывали, чтобы Хамас, так сказать, второе дыхание, Хуситы начали кидать. Москва заинтересована. Почему? Все очень просто. Чтобы отвлечь силы, внимание и средства от Украины на Ближний Восток. Но это же логично. Чем больше воюют в разных местах мира, там, где вовлечены Соединенные Штаты и другие союзники, которые помогают Украине, тем проще воевать на Украине. Ну, в Украине, естественно. Им на Украине. Им логика такая, что мы тогда сможем добиваться каких-то целей там и политических, и военных, игнорируя активное вовлечение Соединенных Штатов. Хватит ли Соединенных Штатов и туда, и туда. А если еще где-нибудь полыхнет, это в Юго-Восточной Азии. То есть это сознательная игра они вводят за нос Вашингтон. У того есть иллюзии о том, что Москва действительно стремится миру в разных концах света. Что правда? Мы такое видим разве? Мы разве считаем, что Москва вообще является миротворцем в этом смысле? Да? Поджигая раз да разом конфликты, самое агрессивное участие в войне в Украине и так далее. Я считаю, что США вводят за нос. Кто-то скажет, ну это твои какие-то допущения умозрительные. Почему? Вот Трамп заявляет, говорит, а наша задача оторвать съезды в Милуоке, съезды республиканцев в партии, где он был выдвинут, где выдвинут кандидатом сенатору Вэнсу, он на заключительной речи сказал, нам важно удержать Москву от Союза с Китаем. Вот скажите, это иллюзия или нет? Вот можно удержать от Москвы, от Союза с Китаем, и что, взять ее в обороты, сделать собственным союзником или что? Ну или хотя бы нейтралитет, чтобы они держали с Пекином и так далее. Вот это иллюзия или это не иллюзия? Так почему у них не может быть иллюзии, что Москва стремится к сдерживанию союзника военного, каким является Тегеран, в войне против Украины в конфликте на Ближнем Востоке? Вот какой дурак в это поверить? Я бы не поверил, я бы сказал, слышь, ты мне горбатого не гони, шкуркой не езди, как говорят, по этому самому органу. Ты давай покажи, что ты можешь. А я думаю, там развод идет, такой разводничок. И главное, кого послали? Шойгу. Понимаете? Не Патрушева, не даже Лаврова. Послали Шойгу. А тут день за день сегодня в парке Патриот взяли этого. Руки, руки. В который, значит, ездил, показывал директора парка Патриот, значит, он Путина принимал, и Шойгу показывал, как он в парке Патриот ворует деньги. А сегодня его приняли. То есть Шойгу, он в принципе вор и жулик сейчас в представлении всех. Ему доверие грош копеек. Я понимаю, что самого его не посадят. И дочь его не посадят, и жену бывшую не посадят. Они свои, они из ближайшего окружения. Но репутация у такого лица, она сейчас недостаточная, чтобы предотвращать международные конфликты. Кто к нему прислушивается? Айатолы? Каминеисты кто? Президент Ирана вновь избранный. Кто к нему прислушивается? В чем его сила? Что он может предложить взамен? А что взамен? Ядерная сделка, возобновление переговоров в рамках МАГАТЭ. Да, иранцы этого хотят. Только зачем здесь Москва? Возобновление ядерной сделки это исключительно вопрос Соединенных Штатов. Ну, ООН там, ладно. Слово вообще все есть. Поэтому я не очень предлагаю, что Москва в качестве последователей... Ну, хорошо, поговорить. У Москвы есть контакт, они могут поговорить. Но мы должны понимать, что взамен тем другим третьим. И поэтому с этой точки зрения я глубоко убежден, что США, если видят в Москве посредника, то это очень обманчивая и вредная как бы миссия, которую вы пытаетесь своего контраверсивного врагу, там, соперника, назовите его как хотите, поручить заниматься миротворческой миссией. Это глупо. Ну, это просто глупо. Ну, хорошо. Вечная тайная дипломатия. С одними дружат, с другими воюют на публику, а вечером все собираются и бухают все вместе. Это старая песня про это. И такое может быть. Но тогда чем вы расплачиваетесь с Москвой за такие услуги? Тоже интересно, не Украина ли? Поэтому я думаю, что это все рассыпется. Иран должен выступить с этим ракетным ударом, как мне представляется. Если они от него откажутся, то это сильный шаг назад. Им надо поддерживать уверенность союзников, что Иран за них вписывает. И Хезбалай, и Хамас, и другие. Ну, и убийство главы политбюро Хамас на территории Тегерана. Это, конечно, вызов большой. Хотя, с другой стороны, ребята, дорогие, а вы как вообще себе представляли войну? Вы как себе представляли события 7 октября? Они чем должны быть законодательством? А апрельский удар, который был Ираном? Почему Израиль не может ответно ударить? Вы же ударили в апреле? Ну, насколько он был успешен, это второй вопрос. Но вы-то ударили. Был такой удар? Был. Вам ответили сейчас. Ну и что? Ну, то есть, вы хотите ударить ответ на еще раз. Попробуйте. Но это, естественно, клубок, это виток без неостановимых противоречий, неостановимых действий, которые не прекратятся, пока не прекратятся целиком все военные действия. Ну, как бы, с Хамас в секторе газа, с Хазбаллой на севере Ливана и так далее. Все очень просто. Война будет продолжаться, пока кто-то не победит. Либо не произойдет замирания, как уже не раз бывало, которое чревато в озноблении войны. Но, во всяком случае, источник угрозы существования Израиля, а в принципе, Израиль – это единственная страна западного мира в этой части света. Ну, а какие еще? Ну, как бы, вопрос его безопасности – это вопрос безопасности западного мира и его посольства в лице Израиля на Ближнем Востоке и вообще в этой части света. Никто не допустит уничтожения Израиля и так далее. Какие ракеты полетят? С ядерными боеголовками? Вот просто интересно. Какие Иран хочет послать? Ну, давайте. Ну, давайте. Как и с Москвой. Давайте, примите ядерное оружие. Давайте посмотрим, что будет. Что будет-то? Вот если они навернут боеголовку на ракету и провернут ее, и то ли она взорвется, то ли ее собьют, но не важно. А что будет в ответ-то? Если у Израиля там запас из этих боеголовок. Что будет-то? Ну, не будет Тегерана. Ну, хорошо. И что? Просто играть в такие игры со стороны, у которой есть ядерное оружие, это чревато. Так же, как если бы, между прочим, прямая экстраполяция на Украину. Если бы в Украине были боеголовки, хоть какое-то количество, их можно было запустить, войны бы не началось. Понимаете? Вот такой войны, когда вторгаются, убивают, ее бы не было просто. Вот такой простой вывод. Вот и все. Но тут, знаете, с одной стороны, вы правы, что когда есть оружие сдерживания, там равносильные возможности, равноцельные. Это одна история, но с другой стороны, ведь коллективный Запад, самые сильные, самые мощные страны, они не решаются разобраться даже в более мелких историях. На выходных стало известно о том, что россияне консультировали и помогали Хоси. То есть они были там за шаг до того, чтобы передать им оружие. Об этом в свое время говорил откровенный военный преступник Путин, что мол, а что же нам не передать? Вот Запад передает Украине, мы передадим третьей стороне. Да, они от этого воздержались. Да, там стало это известно американцам и не только, и поэтому Россия как бы там дала заднюю, откатилась назад. Но с другой стороны, ведь мы снова видим, как Москва усиливает еще одного, пускай мелкого, пускай не такого значительного, но противника Запада. Что получила за это Москва? Ничего, как и каждый раз. Ну, смотрите, Запад руками Украины вместит Москве. Одной рукой, потому что вторая у нас завязана за спиной. Да, да, потому что они говорят, а если мы две руки развяжем, то тогда они применят ядерное оружие, это кончится мировой войной, а мы на это не готовы, мы на это не подписываемся. Даже если это иллюзия, даже если это заблуждение. Даже если. Они все равно, используя Украину, конечно, и безусловно наносят урон Москве во многих отношениях. Поначалу, кстати, была иллюзия, что этот урон приведет к ущербу непоправимому, невосстановимому. Сейчас вроде бы это пересмотрели представление, и сейчас считается, что, ну, неважно, урон приносится, и ладно. Ну, в частности, мы помним с вами удары в Ворске Украины, осуществленные по объектам раннего обнаружения. Это ядерный щит Москвы. Если он прохудится, то, ну, одно дело, уже война началась, а другое дело, скажем так, меньше решимости будет у Москвы, думая, что она неуязвима применять ядерное оружие или даже грозить им. Ну, объективно, объективно. Интересованы США? Конечно, интересованы. Но в данном случае, если не США начали эту войну, Украину, подвыскивая, как они говорят, в Москве, на Россию. Нет, это вы вторглись в Украину. А если вы не вторглись, ничего бы не было. Вообще, все было бы так же, как было. Нормальная жизнь. Ну, конечно, с 2014 года, я имею в виду. Потом-то уже логика событий она к войне вела. То есть, раз решились на оккупацию Крыма и части Донбасса, ну, было неизбежно, что они попытаются захватить всю Украину. Обреченность была этой ситуацией. Рано или полно. Еще 8 лет, достаточно долгий срок, который они выдержали. В конечном итоге, безусловно, и, конечно, Москве отвечают, но отвечают несоразмерно мало. Вопрос только заключается в том, а есть у Соединенных Штатов конкретно, ну, Европы, у Запада в целом, коллективно, возможности ответить сильнее? Конечно. Безусловно. Вне всяких сомнений. Есть те виды вооружений, которые еще не передаются количественные или с точки зрения диверсификации, которые не переданы Украины, а если были уберены, то удар был бы существенный. Да. Ответ – да. Мы сейчас даже не берем неконвенциональные виды вооружения, типа ядерного. Мы сейчас даже речи не ведем. Могут ли быть применены те санкции, которые более болезненные были по сравнению с теми почти 7 тысячами санкций, которые уже использованы Западом против Москвы? Ответ – да. Есть такие санкции. Есть такие санкции. И даже те решения в развитии санкционной политики более жесткие тоже возможны. Ну, например, просто-напросто взять и забрать в один день все активы и передать Украине. Ну, а платить хотя бы военные заказы увеличенные. Потому что 300 миллиардов вот только госактивов, которые Центробанка заморожена, ну, в разных местах. И в Соединенных Штатах, и в депозитариях Бельгии там то, что арестованы. Можно это сделать и прекратить цацкису уже на эту тему. Можно или нет? Да или нет? Ну, мой ответ – да. И так далее, и так далее. И этот перечень, он огромен. Почему Запад этого не предпринимает? У них свои соображения. Они не хотят хаоса допустить окончательного в Москве. Они же так и говорят. А придут Гиркины, а придут из могилы станет Пригожный или ему подобие. А зачем это нам надо? Мы хоть с этим разговариваем, хоть обменами занимаемся. Мы хоть с этим хоть какой-то диалог, а придут вообще невменяемые. Они этим обосновывают все. И я думаю, Зеленский это слышал многократно. На всех переговорах. Его призывы совершить какие-то более радикальные действия встречали ответы. Ну, ты же понимаешь, он сумасшедший. Мало ли что. А тогда вы на кого рассчитываетесь? На смену его на кого? На более худших. Поэтому пусть лучше он. Аксись, аксись. Меньшее зло. Пусть этот сидит. Потому что, если мы предпринимаем какие-то более радикальные действия, этого снесут, придут еще более жуткие. Хочешь этого? Что отвечает Зеленский, я не знаю. По-моему, Зеленский руководится только спасением Украины. Его остальное вообще не может. Он говорит, а мне наплевать. Он там придет, и что там будет? Это черная дыра для меня. Мне только лишь бы война закончилась, народ перестал бы кисть. Ну, объективное желание. А какое еще? Ему, честно говоря, на всех остальных плевать. Я думаю. Кроме Украины. Ну, потому что о чем он должен думать? Пусть другие о себе подумают. Вот. Поэтому с этой точки зрения, скажем так, Москва испытывает терпение всего мира. Многие об этом, знаете, с патетикой говорят. Ну, как такое можно? Ну, оказывается, можно. Раз за разом. И это все продолжается не из-за возможности Москвы, а из-за слабости Запада и готовности его это терпеть. они пытаются нащупать ту точку, которая будет поставлена в войне и будет уже невозможно продолжать эту политику эскалации. А я считаю, что в Москве нет этих пределов. Поставить ее можно только в момент, когда ей будет оказано решающее противодействие. Мы с вами, Ален, говорим, что это невозможно пока, при том, что возможности эти есть у Соединенных Штатов. Да, но это констатация при присутствии возможностей, а не их отсутствии. Надо подождать какого-то важного события, какого-то, за которым уже больше ничего не будет. Оно возможно? Да, оно возможно. Оно возможно. То есть, все что угодно. Смерть Путина, удары атомным оружием, начало какого-то дикого конфликта где-нибудь в Юго-Восточной Азии, Северная Корея нападет на Южную или обстреляет ядерными ракетами. Мы не знаем этого. Для этого и существует человеческая история. Все, кто видит наперед, вангует по этому поводу, это люди, которые профанируют на этой тени. Я не знаю, какой будет такой. Мы видим ход событий военный. Он не политический, не экономический. Ход всеобщий кризис обеднели. Нет. Речь о войне. О войне и мире. И поэтому, да, я говорю, что событие, может переворачивающее все случиться. Может. Да. Когда вы говорите про экономику, сегодня биржи тоже всего мира отреагировали на то, что происходит на Ближнем Востоке, в том числе и токийская биржа, и в Америке. В общем, там в том числе война, это всегда еще про деньги в самом разном и широком смысле. Мы с вами также говорили много о том, что когда ты показываешь свою слабость, на Западе это, конечно, не слабость, это их дипломатия, вот они считают, что так правильно. Нам со стороны кажется, что они не дорабатывают, у нас рассудят исключительно время. Тем не менее, их позиции, где-то нерешительность, осторожность, дипломатичность, многие тоже считывают как слабость, или что им на смену Америке может прийти, ну, там, условный Китай. В Китае заявили, что их мирный план, я уже напомню, что он не просто китайский, он китайский, а бразильский, положительно оценили 110 стран. Там интересная история, когда там подсчитывают количество, сколько подписали у нас, сколько подписали или там поддержали у Китая, то выходит немножко больше количество стран, чем признано ООН. То есть, по сути, есть у нас страны, которые поддерживают и наш план, и китайский. Ясно, что они не называют, что это за 110 стран, но это интересная вот такая достаточно неофициальная дипломатия, которая занимается как Китай, так и Бразилия. Я напомню, что это уже не те пункты, которые Си Цзиньпин опубликовывал в первую годовщину полномасштабной войны. Это уже консенсус из шести пунктов, при том, что они еще более антиукраинские, там уже речь не идет о суверенитете, там речь не идет о выводе войск. То есть, фактически, это план сдачи наших интересов. Но что означает, если, не дай бог, действительно 110 стран будут на стороне Китая, тут интересно, где Индия, и ясно, что на нашей стороне это Америка, это Канада, это Европа, это такие гиганты большие. Кого ж тогда в качестве этих гигантов, титанов, взял себе Китай с Бразилии? Я вам так скажу, арифметика ничего не решает. Как в случае с швейцарским саммитом мира, так и с какими-то мифическими стадициями странами, которые поддерживают китайский план. Ничего арифметика не решает. Извините, были резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принимаемые абсолютно подавляющим большинством с участием стран присутствующих ООН, там их почти две сотни, о прекращении войны, о выводе и так далее. Это было еще в 22-м году. И что? Москва к ним сильно прислушалась? Она последовала требованию стран соблюдать самополагающие документы, устав, обязательства Москвы и так далее? Нет. Нет. Право силы. Просто право силы должно быть и там, но и там. Если только право силы с одной стороны, то, конечно, проиграет тот, кто действует по правилам. А тот, кто действует без правил, по правилам силы, он выиграет. Ну, тактически он точно выиграет. То есть, войну с Украиной он выиграет. Он проиграет в конечном итоге, потому что рано или поздно сам станет жертвой, сам станет едой. Найдется другой, более мощный хищник, уже понятно, какой это Китай, он доживет Москву, доживет Русскую Азию и так далее. В этом сомнений нет никаких. Но, когда ты действуешь по правилам, а против тебя действует молотком, это как я часто цитировал, глупо подставлять вторую щеку, естественно, носит голову. Ну, тогда, конечно, так оно и произойдет. В этом сомнений никаких. Я хочу сказать, что Украина защитила свой суверенитет в самых неблагоприятных условиях, какие только могли быть. Там же не было с началом февраля 22-го года, с началом широкомасштабной агрессии, не было тех вооружений, которые сейчас появились. Уж какие там самолеты. Там соклад бар джавелинов, там еще что-то вот таком образом действует. Ну, да, там сохранилось, накопили то, что за эти годы, пока с 14-го, там хватило для того, чтобы отразить атаку на Киевскую область, например. Но в целом ситуация-то была ай-яй-яй, ой-яй-яй. И тем не менее справились, понимаете? Поэтому от того, что Китай, используя свое влияние, используя свои возможности, кое-где, пытается ручиться поддержкой значительного числа стран, это еще не гарантия того, что этот план станет единственным и эксклюзивным. Он как комбинируется, ну ладно, там Бразилия, это сателлит в данном случае и Китая, комбинируется с челночными инициативами Орбана, а может и является их продолжением. Там главное достоинство этого плана, это то, что Москва увлечена. И Москва готова участвовать в мероприятии, которые организуются в Китае. Мирная ли это конференция, переговоры или что-то еще. Но еще раз хочу подчеркнуть, пока Соединенные Штаты будут держаться отдельной позиции, не совпадающей с Китаем и бразильским планом, ничего из этого не выйдет. Это раз. Второе, пока Украина готова продолжать войну, уж не знаю, какой запас ее прочности, риторически об этом скажем, ни один китайский план, ультимативный или там, я не знаю, благоприятный или еще какой-то, не будет реализован в пользу Москвы или там, другого партнера и так далее. У Украины, если есть твердое намерение воевать, она будет воевать, отстаивая свои интересы. Понимаете, я почему об этом говорю? Ведь сейчас очень сильно работают на какую-то часть общественного мнения в Украине, на его усталость, на раздраженность, на несчастье все свалившиеся, что, ну, сколько можно воевать, давайте вот, ну, может быть, согласимся на мир любой ценой. Не сложно судить, наверное, это меньшинство, это точно не большинство, но в Украине они есть. В Украине настолько истреплено население, что, ну, просто сил никаких нет, приближается зима, непонятно, что будет с отоплением, с электричеством, вообще ничего непонятно. Наверное, на этом можно и паразитировать, и злопотреблять этим и так далее, и любой мирный план, а уж такой, который точно ведет к миру, а план Китая может теоретически, привлекая Москву, заставить в сторону пойти на него, он очень соблазнительный, очень соблазнительный. Ну и бог, отложим все, вот оставим все, а вот потом дорешаем. И этой иллюзии могут кто-то поддаться. Я повторяю, не большинство общественного мнения в Украине, не большинство, что заплачет такая высокая цена. И на какой-то момент такие планы могут, а у нас 110 стран поддерживать, а у нас 200 стран поддерживать, а у нас 300, на свете 200 стран, а у нас 300 поддерживать. То есть это можно там пытаться поднять статус своего плана путем вот этой незамысловатой арифметики. Поддержка, она же условная. Сегодня поддерживают, завтра перекупили, а не с других проголосователей. Амстрант, я тебе дам, как говорили. Вот. Поэтому я все-таки склонен думать, что не это будет главным гирькой на этих лесах. Не это. Не планы, которые поддержатся большинством. А планы, которые можно реализовать. Понимаете? А для этого нужен военный инструмент. Прежде всего он, а потом уже политические все остальные. Поэтому до ноября, как я и говорил, эти три месяца, столько всего будет вылета, столько всего будет проговорено, публичные и так далее, но ничего не сдвинется. Пока в Соединенных Штатах не будет твердой позиции, какой страны держаться. Знаете, в чем ирония судьбы? Вы абсолютно правы, что нас ждет в Украине еще не одно очень жесткое испытание, когда вы говорите там про свет или про отопление. и чтобы сдаться, а смысл какой? Это уже просто решенный факт. У нас будут проблемы. Они будут у нас как минимум следующих три года. Поэтому от того, что кто-то, не дай бог, нас смотрит и думает, что он действительно устал, что он действительно хочет отмахнуться рукой, так вот, вы останетесь и без страны, и без отопления. Отопление уже не вернется. Все. То есть это то, что могли сделать российские войска, они и сами сделали. Поэтому я очень надеюсь, что таких настроений будет гораздо меньше. Но и в то же время наша дипломатия, Марка, она пытается все еще собирать или подгребать каких-то партнеров, которые бы могли выступать на нашей стороне. Сейчас министр Кулеба поехал в один из самых сложных для нас регионов, точнее континентов. Он отправился в африканское турне. Там будет встречаться с президентом Малави, там будет Замбия, Маврики. И, ну, самое главное, совсем недавно мы наблюдали за африканским большим турне Сергея Лаврова, и он там действительно как свой, и действительно там что-то было нам смешно, но в то же время у России очень прочные и крепкие отношения с африканскими странами, чем мы похвастаться не можем. У нас, как правило, нету послов, дипмиссий, и вот только сейчас в каком-то таком авральном режиме этим всем будет заниматься Кулеба. А есть смысл, если это советское наследие, потом российское наследие, это все происходит десятилетиями, Путин списывает сумасшедшие долги, Путин дарит зерно, Путин отправляет своих наемников, в общем, как это перебить, как побороться за этот континент? Нет, сама Украина не сможет это перебить, и у нее нет для этого возможности, там Китай, вот смотрите, как добивался два десятилетия, усиление свое влияние в Африке, это самая влиятельная страна сейчас на сегодня, именно Китай. Они это делали деньгами, инвестициями, они скупали все, что можно, не жалея, так сказать, и вкладывались и так далее, я вот побывал, я уже рассказывал, в Африке в ряде мест, я был в Кении, например, и там, по-моему, я боюсь соврать морской порт под китайцами, кто-то что-то взвизгнул, а они уже, он весь в долгах, и отдали китайцам, по-моему, морской порт, я боюсь соврать. Я там был на сафари, я там был на одном побережье, там был внутри, но я в столице жил, естественно, полный фарш. Ну так, а кто это перешибет? Даже Россия это не по силам, вот столько безумно инвестироваться. Россия торгует другим, Россия использует военно-политический ресурс. Что они делают? Из 50 стран Африки в 15-е они присутствуют твердо военным образом, это военно-советники, это Чивака-Вагнер или то, что называется. Теперь, было раньше Чивака-Вагнер, а сейчас какие-то парамилитарные или комбатантные подразделения или частные фирмы, которые, что делают? Они делают простую вещь, они приходят к начальству, к президентам, всяким диктаторам, говорят, давайте мы при вас будем работать, вас никто никогда не смеет, если надо, кого перестреляем, кого запугаем и так далее, мы будем вашей претерианской гвардией. А вы за это будете с нами сотрудничать по экономическим и другим темам. Ну и политическим само собой лояльность другая. Это происходит в Царе, это происходит в Мали, это происходит в других местах и так далее. Да? Да. Именно так. Везде там есть какое-то свое партизанское движение, свои сепаратисты, свои националисты, свои религиозные фанатики. Но тем не менее, сам факт, что Москва торгует военной силой, Китай торгует деньгами. Единственное, перебить это может коллективный запад. США, Франция, Франция крупнейшая страна, бывшая его колонии в основном именно там, франкофонные, которые она упустила. И Цар, и Мали, и ряд других. Понимаете? Она просто упустила. Упустила в какой-то момент, там есть такое, политика была, Франц-Африк, которая занималась тоже коррупцией и линией. Сейчас уже ее там сильно критикуют во французской грехе и так далее. Ну, такая постколониальная себе политика, которая не сильно отличалась от других прежних метрополий, которые выкачивали ресурсы, расплачивались фантиками, ну, деньгами. Но, тем не менее, это не способствовало изменению континента. То есть, эффективного роста там не было. Хотя ряд стран Африки, в общем, добился такого роста. По разным причинам. Фьюар, лучшие свои времена, ряд других, они смогли. Ну, там, как-нибудь Нигерию, много нефти. Ну, и так далее. Вот. На сегодняшний день, да, Украина не сможет повысить влияние самостоятельно. Она может это сделать только как часть западного мира. А Запад не занимается Африкой. Настолько, что, как это того требует обстоятельства. Ну, либо откладывает это в долгий ящик. Ну, это мы будем постепенно. А Москва действует быстро и эффективно по-своему. Да и Китай тоже. И Запад здесь проигрывает. Вот, смотрите, я вот когда оценивал расстрел колонны Туарегами в Мали, я говорил, что это в общем сведется к дежурному событию. Меня тут критиковали. Нет, вы знаете, там одного из бывшего ГРУшника убили, который, значит, там ездил по странам континента. Ну, понятно, что он на связке был со спецслужбами, он сам был частью их, а он Зет-блогер и так далее. А вот там еще какой-то бывший командир Вагнера, ну, ну, на самом деле, это все равно расходный материал. Вот, чем торгует Москва, расходным материалом. То есть, они могут посылать своих так называемых специалистов, они действительно специалисты, военные, ветераны и так далее, которые занимаются инструктажом, занимаются всеми вот этой деятельностью по обеспечению, созданию армии, созданию гвардии, созданию там спецслужб, созданию в этих странах таких-то каких-то особых охранных структур этих режимов. Но повторяют все равно расходный материал. Ну, убили 80 человек, ну и что? Приятные... Да, но тут есть еще один такой нюанс дополнительный, завидели вы или нет, это же у нас теперь дипломатический скандал с Малией, потому что они разорвали с нами дипломатические отношения, и здесь просто хочется сказать, там, я безумно люблю ГУР, я уважаю и Буданова, и все, что они делают, но иногда нужно с Израиля все-таки брать больше пример, да, Израиль никогда ни в чем не признается, вот никогда, да, у нас нет ядерной бомбы, но если нужно, мы применим. И беспилотники Лихтенштейна, и Люксембурга, и все остальное. У нас все-таки ГУР поспешил со своими заявлениями, и Мали сказала до повачения, и теперь, в принципе, Министерство иностранных дел пытается это исправить, потому что они тоже заявляют, подождите, подождите, вы неправильно нас поняли. Ну, ошибки допускают все, и ГУР, наверное, тоже допускает ошибки. Ну, что же, что делать делать? Всякое бывает. Поры войны, в каком-то пожарище, ну, всякое бывает. Всякое бывает. Поэтому, соответственно, нельзя исключать, нельзя исключать, что, значит, действительно приходится исправлять ошибки. Ну, что делать? А вот то, что голосует против Израиля, я, правда, не считаю, что ООН, это та организация, по поводу которой надо нервничать, да, организация филателлистов, мало ли какие там резолюции. Мы же видим, ни Украина, ни горячо, ни холодно, ни Израиль, что бы там не принималось. Но это тоже, как бы, считывается, как ошибка внешнеполитического руководства Украины, что она поддерживает антиизраильские резолюции. Хотя, должна бы, вот, по логике, заинтересована быть совершенно обратной. Ну, повторяю, ну, не состоит жизнь только из достижений. Поэтому, ну, будут исправлять. Ну, что, ничего особенного в этом нет. А вот, но я повторяю, события на понятие Туарегов на эту колонну, ну, оно достаточно дежурное. Прошло и забыли. Сейчас следующую колонну подобьют такую же. Ну, и что? Есть у них материалы. И ему есть, откуда их брать. Они же, в общем, из войны в Украине, там они все-таки закалку проходят, сотни тысяч людей, они отбирают, сортируют, каких-то, кого они отправляют дальше. Кого в Афрю, кого в Сирию, кого еще куда-то. То есть, им очень полигон этот важен. Они там испытывают, вычленяют из руды, так сказать, сверкающие камешки всяких вот лиц, которых можно сильнее юзать. Естественно, этот процесс идет, так что ничего в этом особенного такого нет. И их и зарасходовали в Мали, ну, следующий приезд. Зарплата, все такое. Контракт. Мы поговорим с вами еще. Успеваем, конечно, про Соединенные Штаты Америки. Я сейчас только напомню нашим зрителям, что сейчас самое идеальное время, лучший момент, чтобы оставить нам лайк, чтобы не забыть прокомментировать наш сегодняшний эфир. Ну, и, конечно, не забывайте подписываться на YouTube-канал FeinLive и YouTube-канал Курбанова Live. Тут дело в том, что как будто бы, Марк, чисто внешне, прям кардинально картина не изменилась, но, с другой стороны, с тех пор, как Камала Харрис ворвалась в эту гонку предвыборную, то то, что не мог достичь и дотянуться Джо Байден, все-таки Камале Харрис сдается очень легко. Она не делает трансляционных заявлений, она не пытается упрыгнуть выше головы, она просто, ну, там, движется по какой-то намеченной своей траектории. Завтра она должна назвать имя своего кандидата на должность вице-президента, да, и это тоже очень важно. Сейчас она уже смогла даже на один пункт обойти Дональда Трампа, который продолжает нести сексистскую чушь и который даже успел поздравить Путина с обменом, который недавно проявил. Он говорит, Москва вообще выиграла, бомба класс, а Соединенные Штаты Америки остались с голой задницей. Все очень плохо, хотя я напомню, что Гершковича Трамп говорил, что сам заберет, Путин ему отдаст просто так. Ну вот, а теперь он недоволен. Что на самом деле сейчас происходит, и самое главное, а как, есть ли технологии, возможно ли зафиксировать результат? Или даже то, что имеет сегодня Камала Харрис за три предстоящих месяца, это все может сойти на ноль? Нет, это безусловно может еще измениться, но должны быть дебаты. Мы не знаем. Говорят, что Харрис может не выдержать дебатов с Трампом. Трамп более такой, значит, юркий, так сказать, словесный эквилибистик даже поднатарел больше. И ее считают послабее, как политика, может быть. Я опять же, я считываю чисто... Простите, еще пять копеек оставлю, там с ней какая интересная история, что все о ней все говорят. Она говорит меньше, значит, сначала была история с тем, что она бесхребетная, а теперь все пишут, что она там сучка. Бесхребетная или сучка? Одно из двух, так не бывает. Не бывает. Я думаю тоже, что ее недооценивают местами Камалу Харрис, даже если она слабее, как политика. Знаете, это все-таки дело на коротком отрезке наживное, сильно наживное. Знаете, про Зеленцеву тоже говорили, ну как артист будет управлять государством? Все бывает в этой жизни. Поэтому с Камалой Харрис там все не просто в этом смысле, она еще может проявить совершенно невероятные свои качества, А что произошло? Произошло, как бы, во-первых, смена ролевых позиций, потому что, ну действительно, во-первых, Камале Харрис нечего терять, по большому счету. Это для Трампа. Все или ничего, потому что, вот представьте, проиграет Трамп. Все судьи, все суды, все приставы, все к нему придут в один день. Все. То есть, ему проиграть нельзя. Раз. Второе. А Камала Харрис, ну как, она к 60 подбирается, а этот к 80. И теперь она говорит, ну чё ж такая, да-да-да, за чё, там еще что-нибудь. Она молчит, но все же понимают, все это обсуждают, американская пресса, ее можно там читать, посмотреть, увидеть. Далее. Понимаете? Когда был Байден, для Трампа это было избиение младенца. А сейчас что? И он не сориентировался, и его окружение не сориентировалось, как быстро им перестроиться с избиением на младенца, как на турнирный бой. Оно еще придет, они его настраполят, они еще его научат, они его будут сдерживать. Не надо сексизм-то. Давай лучше мы выиграем дебат. Давай. На дебатах ее. А если этого не произойдет? А если этого не произойдет? То есть все преимущества, которые были слишком вычурные при кандидате Байдене, они вдруг как-то скухожились при женщине, нетитульной культуре, она дуск с ямайской помесью, метис. Ну, в общем, да, она без детей, но политики очень много без детей. Слушайте, у большинства, и у Макрона тоже без детей. И что? Вообще, если вы посмотрите, вообще мало у кого дети-то, есть. Это не аргумент. Люди такой выбор делают. Они посвящают себя истории, а не воспитанию семьи. Я небольшой сторонник этого, но, в конце концов, запретить тоже нельзя. Она юрист, она прокурор. Ну, черт-те-чок говорят, какие у нее до Эмхов, до ее нынешнего мужа еврея были какие-то любовники. Ну, что? И такое бывает. Что уж там. Но, с другой стороны, понимаете, она прокурор, а он потенциальный заключитель. Преступник. Преступник. Ролевая модель, понимаете, как сменилась? Вы кого хотите, преступника или прокурора? Вы можете что угодно про нее говорить, что она там спала, с кем-то еще. Ну, она прокурора, а этот вот потенциальный уголовник. Так что, здесь еще многое действительно может смениться, здесь это не окончательно. Но то, что компания приобрела совершенно другую интенсивность и то, что много чего происходящего за три месяца будет ложиться в копилку Харрис, это факт. Им сейчас, окружению, политтехнологам, Трампам понадобятся недюжные усилия, чтобы вернуть себе первенство. Простой еще один пример. Вот покушение. Кто-нибудь сейчас помнит, что на Трампа совершено было покушение? Вообще не помню. Вы представляете скорость новостей, как они... Полчаса живет новость. Ну, день. Ну, два. Хорошо. Ну, три. Все. Все. Все уже какой... Кто покушал? Кауп. То ли у него пальто украли, то ли он пальто украл. Никто ничего уже не помнит. То есть, раз за разом нужно как-то креативно раз за разом себя продавать избирателю. Недостаточно проехаться на одном багаже, как раньше это было. Кеннеди выиграл у, по-моему, Никсона выборы. Тот постоянно не смеялся. Говорит, а что он не улыбается? И что? И все. И проиграл. Представляете? А сейчас так уже нет. Сейчас ты можешь нах*** прям на двери. А потом завтра подместили еще другое выдать и тебя снова любят. Понимаете? И тебя снова любят. Я же вам рассказывал, что Камала Харрис, ну, те, кто знает английский, кто смотрит американцы, все говорят, она все время смеется. Вот это был типа минус, уже она глупая. А сейчас говорят, нет, всем нравится, как она хохочет, над всеми издевается. Ну, я не знаю, правда это, неправда. Нужно в этой культуре находиться полностью, погрузиться, чтобы понимать, как это работает. недостаточно знать английский язык. Работает это или нет, а черт его знает. Можно даже любой промах обернуть к себе к успеху. Да, это больше политтехнологическая работа. Это не чистая борьба харизмы. Но в данном случае у нее есть весомое преимущество. Она женщина. Женщину бить нехорошо. Всех к ней, и республиканцы, и демократы, все к этому так относятся. То есть она может на этом паразитировать. А зачем ты так про меня говоришь? И нечего ответить. А ты не женщина, ты политик. А народ-то оценивает по-другому. Она как раз ничего сейчас не сказала. Он прошелся действительно и по расе, и по папе, и по маме, и он окей. Видите, ей сказали, помалкивай, не надо. Как говорил Каспаров, когда его учил Ботвинник, про соперника, пусть дядя ходит. Пусть дядя ходит. Он сам себя закопает. Возможно, скорее всего, избрана именно такая тактика, что он сам себя закопает. Может быть, на фоне действительно ее, если она не так сильна в велеречивости какой-то, в чем-то другом, то и демагогии, которая нужна риторике, то она берет молчанием, действительно, или хохотом. Что я узнаю? Так что посмотрим. Единственное, что я хочу отметить, что все-таки насколько вовремя демократическая партия чуть-чуть поднадавила нашего любимого Джо Байдена, потому что даже во время обмена он все равно отличился, зашел в пустой самолет, в котором находились вернувшиеся американцы, сел и сидел. Никто не понял, что происходит, а мы просто порадовались, что он уже отыгрывает свою собственную роль последние несколько месяцев. Друзья, мы же никуда не собираемся с Марком там и не баллотироваться и в отставку в том числе, а это означает, что у нас еще все впереди, и на этой неделе, естественно, мы снова с вами встретимся. На сегодня все. Не забывайте, прежде чем вы уйдете, конечно же, оставить нам лайк, если вы еще этого не сделали, подписаться на YouTube канал Fegin Life, YouTube канал Курбанова Life, и вот в таком формате мы с вами встретимся в следующий раз в четверг и будем очень ждать встречи с вами. Марк, спасибо большое за разговор и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!